Пока рядовые американцы гадают, что за неизвестные объекты сбивают в воздушном пространстве Штатов, аналитики Уолл-стрит пытаются предугадать, смог ли Федрезерв сбить горячую инфляцию. Свежий индекс потребительских цен, важнейший драйвер движения в фондовой Америке выйдет уже завтра. А вот чего ждать от дня сегодняшнего уже готовы рассказать аналитики группы компаний ИнстаФорекс. Это свежий обзор рынка США, здравствуйте. Риск и технология оказались под давлением роста доходности казначейских облигаций в пятницу. При этом сильный подъем нефтяных котировок поддержал Dow Jones и S&P 500. Торговую неделю ключевые индексы США завершили разнонаправленно. Промышленный Dow Jones закрылся ростом на 169 пунктов или 0,5%. Технологичный NASDAQ завершил пятничные торги снижением на 0,61%, а эталонный S&P 500 за сессию вырос на скромные 0,22% до значения в 4090 пунктов. На открытии новой недели биржевые топы торговались довольно сдержанно, индексы были разнонаправленными. До звонка промышленный Dow топтался у достигнутых значений, снижаясь на скромные 0,03%, а фьючерсы на S&P и NASDAQ выросли на 0,15% соответственно. Что касается прогноза на торговую сессию, то биржевой день S&P 500, по мнению аналитиков, может провести в границах значений 4040 и 4120 пунктов. Торговая пятница принесла высокотехнологичному NASDAQ первонедельное снижение в этом году. Акции роста оказались под давлением увеличения доходностей и облигаций. Эталоны десятилетней казначейской облигации выросли до самого высокого уровня более чем за месяц после неудачного аукциона в четверг. Доходность десятилетних казначейских облигаций находилась на пяти-недельном максимуме в 3,75%, увеличившись на 21 базисный пункт на прошлой неделе, в то время как доходность двухлетних облигаций достигла уровня в 4,5%. Индекс Russell 1000, в котором входят многие компании с высокой капитализацией, упал на 0,33% в пятницу, а акции Lyft Inc. упали на 36,44% из-за снижения цен. Uber опустился на 4,43%. Большинство из 11 основных секторов S&P 500 выросли, но сектор потребительских товаров все же упал на 1,22%. Энергетический сектор подскочил на 3,92% на новости о планах России сократить поставки сырой нефти. Это помогло Dow Jones и S&P 500 избежать потерь. Насдак при этом зафиксировал первое недельное снижение в 2023 году. Это было снижение на 2,41%, а S&P 500 за неделю потерял 1,11%, при этом потери Dow Jones составили 0,17%. Снижение аппетита к риску способствовал не только роста доходности казначейских облигаций. Всю прошлую неделю спикеры Федрезерва высказывались о будущем денежно-кредитной политике. Около половины комментариев были ястребинами. Несмотря на то, что данные в четверг показали увеличение количества заявок на пособие по безработице в США, рынок труда все еще остается перегретым. И данные говорят в пользу того, что ФРС может поднять ключевую ставку выше и удерживать ее дольше. В этом свете новая неделя для Фондовой Америки обещает быть крайне важной. Данные по потребительским ценам и розничным продажам могут стать ключевым катализатором краткосрочного направления для рынков. При этом многое зависит от того, продолжится ли замедление инфляции в январе. Средние прогнозы предполагают, что потребительские цены вырастут на 0,4% за месяц, а продажи восстановятся на 1,6%. Риски могут быть выше, учитывая, что повторный анализ сезонных факторов, опубликованный на прошлой неделе, показал пересмотр индекса потребительских цен в сторону повышения в декабре и ноябре. И это подняло базовую инфляцию в трехмесячном годовом исчислении до уровня 4,3% с 3,1%. Инвесторы могут снова споткнуться, а чрезмерный и преждевременный оптимизм, обеспечивший фондовым индексом США сильное начало года. Рынки уже резко повысили прогноз будущего ужесточения со стороны Федеральной резервной системы. При этом прогнозная ставка сейчас достигает максимума около 5,15%, и на этой неделе также выступит полный список представителей ФРС, чтобы своевременно отреагировать на данные, что может указать дополнительное давление на рисковые активы. Как понимаете, главные движения по индексам произойдут позже на неделе, тогда как торги понедельника будут проходить под давлением ожиданий. Но есть и хорошая новость для акций. Стремительный рост стоимости облигаций в понедельник начал демонстрировать признаки охлаждения, и это помогло воспрять индексу NASDAQ. Apple, Amazon, Alphabet, Tesla и Microsoft прибавили в цене от 0,2% до 1,1% перед звонком об открытии. Между тем акции Мета выросли на 1,4% на сообщениях о том, что материнская компания Facebook готовится объявить о новом раунде сокращений рабочих мест. Кроме того, сегодня глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что у финансовых рынков есть веские причины стать более оптимистичными, указав на то, что экономика США, вероятно, избежит рецессии. А Китай вновь выйдет из-под контроля пандемии. Позитивными факторами стали устойчивые рынки труда США и ЕС. Возобновление работы Китая и удивительно хорошие результаты ужесточения центральными банками финансовых условий и снижения инфляции. Хотя борьба еще не выиграна, добавила она. На вопрос, будут ли дополнительные дозы ужесточения денежно-кредитной политики, Георгиева сказала, что фонд ожидает ужесточения в этом году, но не прогнозирует, что оно продолжится до 2024 года, что вполне может поддержать оптимизм фондового рынка. На валютном рынке индекс доллара начал неделю довольно бодро. Котировка USDX внутри дня выросла до уровня 103,8%, но позже откатилась ближе к стабильной высоте у отметки в 103,5 пункта. Что касается прогнозного диапазона движения котировки, то он очерчен в границах 103,2 и 103,9 пункта. Индекс доллара в понедельник достиг уровня 103,8 пункта в начале торгов. Раннему росту доллара способствовало существенное ослабление позиций иены. Прорыв выше уровня 103,9 сделал бы значение USDX самым высоким с начала января. Но охлаждение роста доходности облигаций и робкие признаки восстановления оптимизма в отношении риска вернули индекс в комфортной высоте. При этом потенциал у индекса доллара к росту сохраняется. Сильные данные по индексу потребительских цен Соединенных Штатов будут стимулировать ожидания более жесткой денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, что, вероятно, приведет и к росту доллара. Данные по занятости в Соединенных Штатах, опубликованные в начале февраля, говорят о том, что экономика работает хорошо, а это означает, что ФРС видит меньше опасностей в более длительном сохранении ставок на высоком уровне. Денежные рынки уже пересмотрели пик и готовы к тому, что ключевая ставка вырастет до 5,2% примерно в июле по сравнению с текущей целевой ставкой в 4,5% и 4,75%. При этом свежий прогноз Георгиева из МВФ сегодня рисует более оптимистичную картину года и выглядит лучше рыночных ожиданий, что может оказать давление на индекс доллара. С другой стороны, USDX может получить поддержку от нарастающей геопатической напряженности между США и Китаем, а также от выступлений члена Совета управляющих ФРС Мишель Бауман. В любом случае, валютный рынок, как и фондовая Америка, главный импульс движения получит только во вторник на данных по инфляции. Что касается канадского доллара, то он на открытии недели смог избежать существенного ослабления. Пара USDCAD ближе к открытию бирж в США прибавляла скромным шагом 0,03% и торговалась вблизи значения 1,3348. Что касается прогнозного диапазона, то он для котировки очерчен в границах 1,3310 и 1,3420. Ранний рост индекса доллара и падение нефтяных котировок на 1% привело к ослаблению луни внутри дня. После того, как доллар откатился от максимума, а нефть вернула часть ранних потерь, Кади также смог вернуть часть потерянного веса. Ближе к открытию бирж в США фьючерсы на нефть марки Brent снижались шагом 0,7% и торговались по $85.72 за баррель. Американская WTI подешевела на 0,9%. Оба контракта выросли более чем на 8% на прошлой неделе. Цены на сырую нефть снижаются в понедельник, так как трейдеры ожидают потенциального ослабления спроса на энергоресурсы, поскольку отчет об инфляции может вынудить Форест гораздо более агрессивно ужесточать политику. Кроме того, опасения по поводу предложения несколько угасли после возобновления экспорта азербайджанской нефти с турецкого терминала Джейхан в воскресенье. На криптовалютном рынке продолжают царить довольно хмурые настроения. Биткоин внутридневные торги провел в топтаниях в красной зоне вблизи значения 21 600 долларов. Эфир, Солана, Риппл и Лайткоин в понедельник погрязли в распродаже и теряли от 0,9% до 4,3%. При этом хуже всего чувствовала себя собственная монета Binance. Актив упал на 6,2%. Кроме глобальных процессов и рисков на криптовалютный рынок продолжают давить новости, связанные с регуляцией рынка. Главный финансовый регулятор Нью-Йорка приказал Paxos компании, состоящей за стабильной монетой криптобиржи Binance, прекратить выпуск токена, так говорится в заявлении Paxos в понедельник. Stablecoin Binance USD, один из крупнейших в мире, выпускается и погашается нью-йоркской трастовой компанией Paxos. И Paxos заявила, что прекратит выпуск новых BUSD с 21 февраля в соответствии с указаниями и в тесном сотрудничестве с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. В заявлении говорится, что Paxos продолжит поддерживать и выкупать ранее существовавшие токены как минимум до февраля 2024 года. Генеральный директор Binance Jiao написал в серии комментариев Twitter, что в результате рыночная капитализация BUSD со временем будет только лишь уменьшаться, добавив, что Paxos заверила Binance, что средства полностью покрыты банковскими резервами. Кроме того, PayPal Holdings приостанавливает работу над своим стейблкоином, поскольку регулирующие органы усиливают контроль над криптовалютами, а ключевой партнер проекта сталкивается с расследованием со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк. PayPal надеялась представить стабильную монету, которая будет обеспечена долларом 1 к 1 в ближайшие недели. Фон, как понимаете, довольно слабый для потрепанных 2022 годом рисковых активов. Прогноз на сессию для биткоина тоже радужным не выглядит. Если актив не удержит высоту в 21 тысячу с половиной долларов, то может упасть до уровня в 20 тысяч 900. Более оптимистичный сценарий выглядит как колебание стоимости монеты в границах 21 500 и 21 900 долларов. Таким открытие торговой недели на Уолл-стрит ведет аналитики группы компаний ИнстаФорекс. А наша команда продолжает отслеживать главные события в мире финансов, чтобы у вас всегда была полная картина торговых перспектив. Желаем провести биржевой день удачно и завершить его с профитом. До новых встреч!